здравствуйте дорогие друзья сегодня я расскажу вам что такое лечебные сказки и как ими пользоваться вот мы сейчас очередную записали и вот решили заодно поговорить про то откуда они взялись вообще что это такое когда давид начал проводить свои удаленные сеансы несколько лет назад то быстро стало понятно что спрос настолько велик что одному человеку практически невозможно справиться с этим спросом и помочь всем кто нуждается в этой помощи давид проводил сеансы семьям со всего мира утром днем вечером ночью и понятно было что долго это продолжаться просто не может и нужно какое-то другое решение то есть которым люди смогут пользоваться без нашего участия и это решение что возможно было бы использовать вместе с удаленными сеансами и вот тогда родилась идея медитации для родителей которые сделала я и которыми люди начали пользоваться медитации очень быстро показали свою эффективность в общем во всех смыслах и одновременно с этим стало много родителей которые просили хоть какое-нибудь средство чтобы детей можно было успокоить чтобы их можно было заинтересовать и вообще как-то отвлечь потому что если родители находится в основном это матери если мать находится с ребенком в доме очень много часов то понятно что она хочет хоть небольшого как сказать отдыха кроме того медитации требуют от родителей вложения во-первых своих сил во вторых своего времени и это не всегда возможно то есть это возможно там сколько-то раз в неделю но это невозможно каждый раз когда нужно там отвлечь ребенка или что-то то есть нужен был какой-то другой инструмент который наоборот разгрузит родителей сделает их жизнь более комфортной как можно отвлечь и успокоить ребенка как можно помочь ему заснуть если мы вот не я не давид не можем быть там физически очевидный ответ рассказать ему сказку стал вопрос какую же сказку нужно рассказывать детям чтобы достичь вот такого эффекта потому что дети про которых мы говорим у многих из них проблемы со сном многие из них гиперактивны и так далее то есть есть очень много нарушений которые простыми так сказать способами в общем-то не убираются не облегчаются поэтому нужно было придумать какую сказку рассказать и ответ пришел нужно рассказать целительскую сказку то есть если для родителей работают медитации то почему бы сказкам не поработать с ребенком и таким образом можно достигнуть сразу нескольких целей во первых успокоить ребенка во вторых отвлечь и развлечь его помочь ему уснуть ну и сделать что-то чтобы проблема развития ребенка начала исправляться или хотя бы облегчилась какие сказки должны быть для того чтобы достичь такого эффекта в общем был понятно что просто сказка там про курочку рябу или о царе салтане работать не будет в общем не та структура не та мораль я лично вот всю свою жизнь обожаю сказки легенды были на научную фантастику фэнтези всякое другое интересное сказочное волшебное поэтому пробежавшись в памяти так сказать по всему мне известному я быстро поняла что выбора особо нет и нужно писать сказки чьи сюжеты будут определенным образом структурированы чтобы дать ребенку его родителям правильный посыл посыл на то что проблема решается и какие результаты желательно и ожидаемы поэтому для пробы была написана первая сказка там проблема описывалась очень общим образом и результат был тоже всеобщим мы записали сказку родители стали включать ее детям наши ожидания были на тот момент как бы не сильно высоки мы не знали будет это работать или нет мы были бы довольны если бы дети просто лучше засыпали под эту сказку но стали приходить отзывы от родителей во первых сказка сама понравилась результаты у детей превзошли все наши ожидания то есть дети не только засыпали но у них начинались реальные изменения изменение к лучшему тогда мы записали еще сказку потом еще сюжеты стали более специфично относиться к конкретным проблемам и результаты у детей стали более яркими и тут встал такой вопрос дети заслушивают сказки что называется до дыр и нужно сделать больше сказок потому что как бы сказка там не помогала и не была бы хороша она в какой-то момент надоедает чтобы придумать хороший сюжет сказки нужно время нужно время чтобы сделать хороший читаемый текст а времени у нас обычно немного поэтому сказки появляются гораздо реже чем того хотелось бы там и нам и родителям тогда мы придумали использовать уже существующие сказки которые структурно подходят под наши так сказать нужды первыми кандидатами в такие сказки оказались сказки редьярда киплинга когда-то они очень увлекали меня в детстве в юности ну так мы решили что пусть они теперь сослужат немножко другую службу и помогут другим детям сказки киплинга имеют четко структурированный сюжет и очень логичный конец правильные в моральным и воспитательным планах и поэтому мы решили их использовать так сказать для примера и записали нашим методом несколько сказок киплинга чем очень порадовали родители потому что сказки действительно очень хорошие тем не менее по отзывам оказалось что сказки написанные мной то есть со специальным сюжетом структурированному ты именно под конкретную проблему дают лучший результат в достижении так сказать желаемой цели под киплинга дети прекрасно засыпают они успокаиваются но желаемые хорошие изменения чаще происходят при использовании наших авторских сказок возникает естественный вопрос откуда мы берем сюжеты как мы как мы знаем что вот эта вот сказка будет востребована основы сюжета всегда является реальная проблема ребенка на которую жалуются родители когда много родителей жалуются на одно и то же то мне становится понятно что вот из этого можно сделать сказку а дальше начинается работа над сюжетом я продумываю что я хочу чтобы было в сказке чему должен научиться ребенок какие неприятные явления должны уйти как в сказке лучше организовать процесс исцеления сказка это всегда что-то чудесное значит в сюжете должно присутствовать чудо его надо как-то ввести в обыденную жизнь собственно любая сказка начинается обычно с ребенку которую есть проблемы то есть эта жизнь вот как она есть совершенно не прикрашенная вот наша ежедневная жизнь до жизнь там наших знакомых может быть наша собственная поэтому я ввожу так сказать персонажей которые являются волшебными они как бы меняют контекст и превращают обыденность сказку и очень удобные вот для этого перехода и оказалась фея педагогус она может воздействовать на реальность сама так сказать некоторых сказках она это делает может привлекать и других чудесных персонажей там явления места то есть она оказалась вот таким вот очень хорошим переходником и вероятно что если так сказать так сложится и я продолжу писать эти сказки то вам со временем появятся новые персонажи и новые сюжеты конечно сюжет с одной стороны должен быть не самым сложным и он должен как бы быть понятным для детей там трех четырех пяти шести лет с другой стороны он должен быть достаточно увлекательным то есть чтобы ребенок имел возможность думать над этой сказкой так сказать многократно и находить там какие-то новые аспекты и сказка естественно должна как-то перекликаться с его жизнью в общем поэтому придумать сказку занимает довольно долго время много времени и некоторые сюжеты созревали несколько месяцев ну возможно если бы там было больше свободного времени может они созревали бы быстрее но в общем как есть сейчас вот в этот период весь мир сидит на карантине по поводу коронавируса и поэтому у нас появилось время чтобы закончить различные недоделанные дела и вот среди прочих дел я сижу и придумываю новые сказки и после окончания карантина я собираюсь как бы надеюсь продолжить этим заниматься хотя понятно что времени для этого будет меньше и меньше будет возможности но тем не менее я надеюсь что там сказки будут появляться раз в какой-то период времени и так как же пользоваться целительскими сказками во-первых сюжет каждой сказки сам определяет ту проблему с которой эта сказка призвана работать в сказках киплинга я говорю о желаемом и ожидаемом эффекте перед началом сказки то есть включив сказку родители могут точно знать нужно ли им такое воздействие или нет все сказки сделаны так чтобы дети под них лучше засыпали поэтому самое простое их использование это включить сказку ребенку перед сном важный момент сказку необходимо включать с видео то есть видео должно играть причем это видео должно играть в той же комнате где находится ребенок ребенку не обязательно смотреть на и на видео но многие дети с удовольствием смотрят поэтому давид создает антураж который был бы приятен и интересен детям вот например можно посмотреть собственно для последней сказки тут все персонажи и даже ванны и фрукт и все что угодно для этого мы используем набор мягких игрушек большинство из которых раньше принадлежали нашему младшему сыну потом он их так сказать пожертвовал в общий фонд часть этих игрушек потом докупили специально вот для того чтобы делать антураж для сказок давид постоянно меняет освещение тут меняется расположение этих игрушек меняет сами игрушки чтобы получить лучший эффект чтобы детям было интереснее приятнее ну и вообще старается сделать видео как можно лучшего качества если у ребенка о котором так сказать мы говорим есть много проблем и родители не знают какую же сказку выбрать то они просто могут включать все сказки подряд одну за другой по кругу то есть там один день одна сказка другой день другая и так далее сказки можно включать больше одного раза в день в отличие от медитации они работают по-другому работают мягко и многие родители рассказывали что в начале ребенок не обращал на сказку внимания но проходило несколько дней то есть ему продолжали включать и родители видели что начинал прислушиваться начинал заинтересовываться а через какое-то время у него начинались изменения так сказать в развитии начинался какой-то прогресс одна мама меня удивила рассказом о том что когда ее сын отказывался слушать сказки так она надевала на него наушники и сама с ним сидела чтобы он лучше слушал и она сама и честно говоря мы тоже мы были просто потрясены тем какой прогресс ребенок сделал за год он вышел из очень тяжелого состояния надо сказать то есть это очень приятно знать вот о таких вещах о таких явлениях и поскольку вот сказки так сделаны то родители тоже могут включать их общем для себя для расслабления для успокоения вообще бы для лучшей жизни